Добрый день, Ксения Шакалова, информационное агентство «Спутник». У меня вопросы обоим министрам. Президент Азербайджана Ильха Малиев заявил о необходимости попрощаться с посредничеством Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию в связи с отсутствием каких-либо результатов в течение 20 лет деятельности. Разделяет ли Россия точку зрения президента Азербайджана и какие возможные новые форматы по карабахскому урегулированию рассматривают Россия и Азербайджан на замену Минской группы ОБСЕ и обсуждался ли этот вопрос в ходе сегодняшних переговоров? Спасибо. Ну я начну. Мы в принципе не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников, но процессы постконфликтного урегулирования мы конечно же обсуждали. И база для этих новых процессов заключается в трех-трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении. По сути дела после событий сентября-октября-ноября 2020 года все те наработки, которые имелись и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов, они были, как говорится уже, хочу подобрать русское выражение по-английски overtaken by events, как бы сами события на земле, они эти документы оставили позади, это просто объективная реальность. И три заявления, которые лидеры России, Азербайджана и Армении подписали, они сейчас всеми признаются в качестве основы для движения по окончательному закрытию всех остающихся вопросов. Так что мы из этого исходим. Как я понимаю, эту реальность признают и наши европейские соседи, которые пытаются всячески внедрить усилия Европейского Союза в решение остающихся задач, но все они признают, что задачи эти изложены в трех документах, о которых я упомянул, и которые никоим образом не связаны ни с деятельностью Минской группы ОБСЕ, ни с теми наработками, которые в рамках этой группы имелись, за исключением конечной цели. А конечная цель как раз и была в том, чтобы освободить районы, которые окружают Карабах, и решать вопросы жизнедеятельности самого Карабаха и его населения. Я со своей стороны тоже добавлю. Сергей Викторович достаточно подробно и исчерпывающе дал характеристику тому, что происходит сейчас и той ситуации по Минской группе, которую мы все имеем возможность наблюдать. Но я бы чуть ушел на два года, почти на полтора года назад, и хотел бы отметить, что Минская группа, как вы знаете, была создана в 92-м году. Институт сопредседательства Минской группы существует с 1997 года, и практически за три десятилетия своей деятельности, к сожалению, результата достигнуто не было. По результатам 44-х дневной отечественной войны и подписанию трехстороннего заявления, Азербайджан единолично выполнил четыре резолюции Совета безопасности ООН и освободил семь оккупированных районов. Несмотря на то, что до 2020 года не было достигнуто никакого результата, после подписания трехстороннего заявления, контакты с Минской группой продолжались. В 2020 году в декабре месяце сопредседатели Минской группы, они посещали регион. Здесь с ними на самом высоком уровне президент страны имел встречу, беседу, где были откровенно и открыто доведены все вопросы, а также было предложено сопредседателям Минской группы дать их видение относительно того, как они видят свою роль в новой постконфликтной ситуации, с учетом того, что практически все элементы, которые на этот период имели актуальность, предусмотренные в так называемых мадридских принципах, они уже нашли свое разрешение, они закреплены, имплементированы, трехстороннее заявление это регулирует. При всем при этом азербайджанская сторона не отказывалась от контактов и взаимодействия и было предложено сопредседателям Минской группы дать их видение, дать их план действий, предложения, которые были бы приемлемы для сторон. После этого контакты с Минской группой продолжались практически еще год, но, к сожалению, на протяжении этого года мы никаких действенных предложений от сопредседателя Минской группы не получили, а начиная с февраля 2022 года, ввиду известных причин, формат взаимодействия сопредседателей Минской группы был полностью парализован, и мы получали эту информацию из различных источников, включая в том числе от российских партнеров, но не только. И в этой ситуации позиция азербайджанской стороны заключается в том, что для нас приоритетом является процесс нормализации, для нас приоритетом является вопрос достижения долгосрочного, прочного и устойчивого мира в регионе, и с этой призмы процесс не может быть заложником формата. Естественно, мы не можем ориентироваться на несуществующий формат.